спать хочу не могу просто умираю время час 05 ужас вы вот спите я имею почему не сплю почему не сплю потому что обзоры для вас дело вам же нужно завтра встать посмотреть и понять для себя определить что все таки завтра будете брать чтобы выходные не прошли бездарно как собственно и просили делаю обзор на пиво бат просил меня об этом пользователь евгений бондарь я надеюсь что я правильно нашу фамилию но если нет то пожалуйста не бейте меня и обязательно справлюсь честно честно обещаю но дело вот в чем просто так брать и рассказывать о пиво бат мне кажется вас таким же успехом можете в эти интернеты прочитать купить попробовать и все бы замечательно мы же любим батлы мы же любим когда мы сравниваем и только в сравнении выясняем все-таки что же лучше то что все познается в сравнении по сути и с банным сегодня я буду сравнивать пиво стелла артуа наверняка многие из вас его видели кто-то пробовал скажем так это достаточно частый гость на прилавках наших магазинов поэтому тут ничего такого экстра сверх ординарного нет для того чтобы это пиво найти купить и попробовать по каким критериям выбирался соперник для бада по количеству алкоголя но каково же было мое удивление когда я узнала что оказывается у этих двух марок есть еще одна общая черта которая их роднит оказывается обе марки произведены на одном заводе то есть точнее не на одном заводе а одной пивоваренной компании называется она сан-ин-бёв сан-ин-бёв это ответвление российское ответвление компания а б-н-бёв это крупнейшая компания в мире которая занимает собственно производством алтогольных напитков у них там очень крутой такой нехилый оборот в евро ну и собственно общем то их пиво производится абсолютно в любой стране мира где есть пивоварня ну это конечно свидетельствует скорее не о качестве пива а о том что очень круто у них работать маркетинг я вы знаете даже не поленилась и поискала какие же все-таки сорта производится на заводах сан-ин-бёв и вы на самом деле сейчас будете очень сильно удивлены потому что вы все эти сорта знаете практически все бат стелла артуа брама хугарден кстати хугарден является ну грубо говоря конкурентом стелла артуа в бельгии хотя на мой взгляд какой из него конкурент если учесть что стелла артуа все-таки полноценное пиво а хугарден пивной напиток чем отличается пивной напиток от пива я буду говорить следующих обзорах тоже не на самом деле самой это очень интересно узнать а во-вторых пивные напитки которые я пробовала они сейчас на не отличаются по вкусу ну во первых это мой любимый цвет моча молодого осленка причем такая моча осленка который прям явно чем-то болен каким-то заболеванием почек ну и соответственно есть все-таки различия во вкусе поэтому будем разбираться чем все-таки не отличаются итак хугарден старый праймин левенбрау который на самом деле вообще произносится правильный левенброй клинская толстяк до клинской толстяк тоже оказывается производится основной бакбир сибирская корона это вот федеральные марки которые мы все знаем и есть еще региональные марки волжанин пермская губернская пикур премьер рифей золотая ангара и вот я его кстати пробовала и не помню даже делая на него обзор не делала по моему делала рогань черниговская жгулевская оригинальная ну и соответственно филиала сан эндбёф они есть практически в любом городе на территории россии ну например допустим иваново клин курск ангарск волжский новый чебоксарск санкт-петербург омск пермь и саранск кстати вот эти два сорта пива которым мы две марки точнее прошу прощения о котором мы сегодня будем говорить они произведены на омском заводе компании сан эндбург поэтому на самом деле получается общего то не гораздо больше чем ты думать так и так сначала сначала открываем сначала открываем бат сначала открываем бат ну если честно по запаху ну как бы бат и бат если поймала знаете на мысли что я очень часто осматриваю пиво на внешний вид по сути по сути даже если бы моча молодого сленка было бы на вкус не мочой а хорошим качественным пивом в общем то большом счету цвет наверно и не особо-то имел для меня значение получается так что когда наливаешь пиво смотришь и тебе нравится уже его цвет соответственно хочется думать что и вкус будет такой же и запал будет такой же ну запах ладно хорошо там дело 10 что вкус будет такой же и когда ты рачиваешься во вкусе но это вообще конечно просто как сирпом по одному месту так ну ладно пены практически нет она как-то очень быстро сходит это при том что я особо не старалась не наливала по краешку ну классический вкус классический вкус хмель и я прям вот так сильно 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 вообще не чувствую но вкус в принципе приятный после вкуса такой ненавязчивая но я бы не сказала прямо что это что-то с чем-то стандартное пиво мне кажется по вкусу знаете на что похоже для меня это просто такая троица и их особо не выделяю может быть конечно пивные дегустаторы которые обладают какими специальными знаниями и действительно могут там как-то различить но для меня например допустим амстол холстон и например какой-нибудь там хайнакин допустим они настолько похожи что поставь передо мной бокалы с этими марками и закрой мне глаза завяжи я что где вообще какой холстон какой амстол ну собственно лагер он и есть лагер обычный лагер я не помню честно говоря сколько стоит пиво бат давайте погуглим благо все открыто сколько стоит пиво батя девять предложение на маркете т т т т т т т по пол литра я покупал в пятерочке я точно помню извините что же такое выбрать город господи да эти шми сколько стоит пиво то алкогольную пусть его быть смеяться я не могу найти и чек честно говоря чего-то даже не 42 60 рублей вот тут вот нет это что-то амар 2016 года вот нашла у товарища обзор на а рекоменд на пиво бат от 42 до 60 рублей я сейчас честно говоря затрудню сказать сколько она стоит но по насколько я помню это последняя ценовая категория я хочу сказать пиво за свои деньги вполне даже классическое не знаешь что нравится что здесь нет вот этого иногда бывает такое химическое послевкусие не самое приятное здесь этого слава богу нет все хорошо но что мне не нравится для меня видимо это слишком легковатое пиво если бы я не знала точнее не то что если бы я не знала я конечно верю потому что написано этикетки что это действительно пять процентов алкоголя честно говоря для меня ну какой-то легковато ну вот как то так ведь водичку просто промыть почки ну что я когда его допью и соответственно приступим к стейлер то на самом деле получается я прям зря грешила на пиво потому что я хоть и положено по голове там и поддает неплохо несмотря на то что пьется легко как водичка я вообще очень люблю такие вот напитки когда сидишь пьешь все хорошо не мощишься прям все так потом где мои ноги вообще почему я не могу встать почему я как кисель там просто здорово на самом деле слушайте я нашла чеки значит получается бат я покупала по цене 49 рублей остыла ртуа забегаю вперед стоит 59 90 то есть очень доступны марки поэтому я думаю что если все таки вам понравится обзор если вы решите употреблять бат и стелла ртуа то по любому карману в общем да не подойдут на любой бюджет так приступаем собственно к стеллер то что мы знаем о марке еще себе такой учительницы почувствовал что мы даем марки мне вот в данном случае что кажется стелла ртуа это прекрасный обращение к того как нужно строить маркетинг потому что вот смотрите например допустим что я нашла оказывается существуют определенные правила как подавать это пиво исключительно фирменной посуде пивные бокалы от этого бельгийского бренда имеют классическую винную тюльпанную форму немного заужены к верхней кромке считается что именно такая форма способна наилучшим образом простой букет алкоголь ну хорошо допустим пивной бокал должен быть идеально чистым и с этой целью его следует вымыть непосредственно перед розливым пиво стола ртуа еще раз ополоснуть чистой холодной водой в результате этой процедуры также будет достигнута идеальная температура стекла 5 6 градусов цельсия при наливании пива бокал необходимо поддерживать за ножку и оптимальный угол составляет 45 градусов то есть вы помните да мы вооружаемся как он назывался не транспарант господи вот это вот ерунда которую мы мерили углы в школе то есть вооружаемся и меряем если будет 49 градусов все бутылку можно смело отправлять мусорку и все прекрасно значит по мере наливания бокал выравнивается излишки пены следует удалять при помощи особого ножа чтобы вы знали то есть если у вас нет ножа для удаления пива пена из пива стола ртуа все тоже просто это вообще не для вас куда-то плебе лезешь вообще своим рылом так как бы в калашный ряд мне вот еще что нравится значит буквально пиво необходимо поставить на сухую бумажную салфетку который впитает себя капли жидкости ну и последнее просто фаталити добью вас танца на ножку пивного бокала стелла ртуа одевается бумажная юбка в кавычках который выполняет функцию капли уловителя друзья я конечно может быть ошибаюсь я считаю вот как если пиво дерьмовая она дерьмовая никакая юбка бумажное не бумажно его не спасет и давайте просто ну как бы положу руку на сердце кто из вас покупая бутылку в магазине приходит допустим там потом петли допустим на лавочке с друзьями или приходит домой употребляет соответственно перед телевизором допустим на диванчике кто из вас заморачивается вот этими премудростями скажите мне пожалуйста ну вот ну что это если пиво дряное его не спасет ничего это лично мое мнение вы можете с ним быть не согласны вот бам-бам-бам-бам-бам о чем собственно говорит маркетинговая легенда говорит о том что пиво традиции пивоваренной этой марки уходит глубокую древность 1366 году городе лёвен бельгийский город монахи какого-то ордена не знаю какого начали варить это пиво а где-то в начале 18 века 1708 или 1713 год сейчас другим точно сказать пивоварни досталось сибатиану артуа который собственно и подарил марки свою фамилию стала по итальянски и соответственно по латински это звезда то есть вот таким вот образом решил так ненавязчиво общем-то товарищу вековичи такие вот свои амбиции звезда артуа претензии на некую такую крутость что это вообще самое лучшее что может быть но и действительно это пиво и самой бельгии достаточно популярно и в европе вообще ну и вообще как бы общем-то это мировой бренд достаточно известные но честно говоря у меня вообще к бельгийскому пиву в принципе в частности например допустим к пиву крик знаменитые вишневое пиво которое производится в бельгии большие претензии потому что я все-таки наверно такой консервативного характера человек для меня вот эти вот какие-то излишества это какая-то фигня простить поэтому нет я помню что например стала арту а допустим я пробовала в далеком-далеком далекой-далекой юности и честно говоря я не помню вкуса вообще то есть видимо для меня он был настолько ординарным что память моя никаких защитчик не сделала из этого я делаю вывод что скорее всего наверное вкус до сих пор не изменился если технологии не претерпела изменения я думаю что она не претерпела никаких изменений потому что противном случае но смысла не имеет это производство этого тем не менее все таки отличие и фишки у этого сорта есть но в частности какие могут быть то что в состав входит помимо хмеля еще кукуруза это действительно странно почему потому что вообще как бы в европейских пивоваренных традициях кукуруза не используется это злак используется в основном на северо-американском континенте поэтому очень многие сорта американских марок пивных они имеют составе кукуруза ну в общем вот как то так не кукуруза единый будем живы поэтому будем пробовать посмотрите они еще заморочились товарищи с открытием бутылки потому что это видимо нет такой намек на обещание наслаждения если ты хочешь получить крутой секс нужно немножко попотеть и хорошенько женщину родить мне сейчас мне запах уже не нравится какая-то знаете вот химия какая-то все-таки чувствуется цвет в принципе практически один в один как у бада светленький и посмотрите да вот я не знаю что там замуж должен быть но шапка прям хорошая ну триалона видимо там да я шучу господи никакого триалона здесь нет но мне честно говоря у меня побежевая чуть-чуть тогда начинается вот такая вот порнография потому что хочется пить сейчас будет летом сегодня кстати у нас 28 28 28 мая уже наступила скоро у нас лето скоро все будем употреблять его в больших количествах и конечно вот это вот ждать сидеть я не буду ждать я просто себе долью еще немножко буду пить ну по сравнению с бадом я сказала мне лично кажется что вкус более насыщенный все-таки что кукуруза я не знаю честно говоря я вот сильно каких-то различий по сравнению допустим с остальными марками который не из кукуруза из хмеля ну я не улавливаю честно говоря не могу сказать я однозначно чувствую все-таки пшеницу какие-то травы но травы такие знаете очень очень деликатный вкус и очень деликатный такой же послевкусие мне нравится что здесь нет химии вот вот привкус вот этого который прям бьет в нос иногда и вот и здесь нет слушайте но за 60 рублей вполне так скажем вполне неплохо не знаю называть конечно это пиво звездой это мне кажется перебор это прям какие-то супер-супер имперские амбиции но то что неплохой пиво почему бы и почему же они тогда по молодости оказалось вообще ни о чем их молоды зелено ну собственно да неплохо по сути я бы не сказал чтобы от чем-то хуже он просто немножко другой на мой взгляд он все-таки полегче но как когда показала практику он также хорошо бьет по маскам в общем как то вот так вот на этом я заканчиваю обзор давала обещание одному из пользователей что я никого не буду просить подписываться на канал ставить лайки каким-то образом вообще у вас вот выуживать внимание но честно говоря конечно хочется хочется верить что мой труд вам все-таки и здоровье почек собственно что они не пропадают даром если вам все-таки обзор нравится если вы хотите чтобы были какие-то обзоры поинтересующим вас с автоматом то пишите подписывайтесь на канал рекомендуйте меня давайте дружить соц сетях я максимально открытых диалогу прям вот в любое время дня и ночи спасибо за внимание но заключение все-таки хотел бы еще передать привет алексей кузнецов из оренбурга меня попросил обязательно передать ему привет сказать лёха привет лёха привет и послать ему пламенный поцелуй зачем прощаюсь алкаш тв смотрите пить хорошее пиво пока пока